Должен бы в этом месте сказать, и сделаю с огромным удовольствием, что на сцену выходит опять человек, который, если талантлив, талантлив во всем. Но вот тут я замешкался в поиске образа, который я должен подарить вам, прежде чем на сцене появится она. Мы с ней на «ты», потому что вот этот замечательный центр, который стал центром встречи нашего главного польта управления, как мы в прошлый раз договорились, по работе с личным составом, мы вместе с ней открывали. Много раз мы с ней встречались на разных проектах, где она еще представляла весь спектр возможностей человека. Мы как-то с ней, повторяю, на «ты» и по имени, но тут, как я, спросив, а что же можно сказать, она сказала, да не надо, меня и так знают. Я сказал, вот с этим я шутить не люблю и всякий раз говорю, один артист скажет, не надо, другой не надо, а потом скажет, да и ведущий не нужен. Я с этим борюсь до конца, как доктора борются за протокол лечения. Она говорит, ну хорошо, тогда вспомни, что я вспомнил, что она лауреат международного конкурса «Романсиада», это телевизионный конкурс, что она участница популярнейшего нашего телевизионного шоу «Голос», это тоже наше, что она президент Ассоциации фониаторов и фонопедов России, генеральный секретарь Европейской академии фониатрии и президент, и генсек в одном лице. Это уже шаг к культу личности, но об этом следующая наша история. И проекты, которые тоже стали частью нашей жизни, телевизионные проекты и «Голос», и «Евровидение», и «Дети», и «Главная сцена», «Новая звезда», «Две звезды», «Два голоса», «Победитель», «Минута славы» во весь «Голос». Вообще, человек, который отвечает за голос в Москве, и за голос, наверное, не побоюсь, привлечения в нашей стране. А ко всему прочему, она руководитель научно-клинического отдела фониатрии Национального центра отоларингологии ФМБ России. И все это Екатерина Осипенко, ваша коллега, которая заслуживает отдельных бурных продолжительных аплодисментов от имени всех артистов, которые вверяют ей свои связки на работу. Екатерина Осипенко. Сто часов счастья Разве этого мало Я его, как песок золотой на лампу Собирала любовно, неутомимо По крупице, по капле, По искре, по блестке Принимала в подарок От каждой звезды Березки Сколько дней проводил За счастьем в погоне На продрогшем перроне В гремящем вагоне Обнимала его, целовала в недомленном доме Ворожила над ним, колтовала Случалось, бывало Что из горького горя я счастье свое добывала Это зря говорится, что надо счастливой родиться Надо только, чтоб сердце не стыдилось над счастьем трудиться Чтобы не было сердце лениво Чтоб за каждую малость оно говорило Спасибо, спасибо, спасибо Спасибо Сто часов счастья Чистейшее без обмана Сто часов счастья Ну разве этого мало Сколько дней проводила Сколько дней проводила за счастье В погоне Ворожила над ним, колтовала Случалось, бывало Что из горького горя я счастье свое добывала Это зря говорится, что надо счастливой родиться Надо только, чтоб сердце не стыдилось над счастьем трудиться Чтобы не было сердце лениво Спасибо Чтоб за каждую малость оно говорило Спасибо 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 Сто часов счастья Разве этого мало Сто часов счастья Чистейшего без обмана Сто часов счастья Сто часов счастья Нет, это не мало Вон раздражает Убивая Сто часов счастья Один Чистейшего без обмана Эй Вон раздражает Вон раздражает Убивая Эта Благорода